Таким образом, мы продолжаем говорить об этой самой эстафете, и каждый человек в отдельных странах Израиля в целом выбирает, участвует ли ему в этой эстафете в качестве отличного регулятора, который честно, быстро и по собственной воле передает факел дальше, или халтурит. Все задано изначально, то есть на самом деле, конечно, Всевышнему известно, как все пройдет, но нам это неизвестно, это скрытно, чтобы человек мог удостоиться награды, пастфактум, реализовав свой выбор. То есть это, конечно, если я знаю ответ, заглядываю в конец книги, как правильно решать настоящее испытание, а испытание в том, что он действительно должен реализовать свой выбор, и выборы иногда очень тяжелые. И это мы видим на самом деле каждый день в нашей жизни, это мы видим в Таре, когда перед людьми, перед человечеством, перед поколением стоят сложные выборы. Может быть, первых поколениям до потопа мы видим это очень перспективно. Но, с другой стороны, в истории еврейского народа мы видим, насколько сложный выбор ставит Всевышний перед нашими прадцами. И не всегда можно сказать, насколько они правильно выбрали в каждом случае. По этому поводу есть много разных комментариев. Одни говорят, что какой-то поступок в рамку правильный, а другие говорят, что это была ошибка, и он за это пойдет потом в наказание. Пример. И это само показывает, что выбор вообще вещь очень сложная. Если он выбрал первый путь, то он заслужил то, что получил. То есть он пошел по пути выбора и выбрал правильно. Может быть. Я надеюсь. И если он пошел в этом пути, то он заслужил то, что он получил. То есть что он заслужил? Свою жизнь, которую он до этого получил бесплатно. И этот дар больше не является безвозмездным. То есть он как бы купил своей жизнью, которую он выбрал выбирать. Он заслужил то, что он получил в дар. Если он выбрал другой путь, он потерял свой дар. То есть как бы эта жизнь, она прошла впустую. Это верно не только относительно самой жизни, которую мы получаем в дар, и которую мы должны заслужить, поступая нравственно и по-братски относясь к ближним. Ну вот тут мы уже видим, он не скрывает, что именно, какие именно испытания нам предстоят. И что стоит в центре нравственного поведения. Это для него центральное тоже место. И мы увидим это в дальнейшем, когда будем читать дальше эту книгу, что в центре стоят отношения между братьями. И это не просто, так сказать, общие слова. У них есть очень много сложных аспектов в этих отношениях между братьями. Фактически между людьми. Вообще говоря, конечно, вся, и это мне тупо отчеркивают, но в других местах, что вся книга решит во своем случае, ну и дальше вся тарана в общем сосредоточена отношениями между братьями. Земля Израиля также была дана народу Израиля как дар. Однако мы снова и снова должны подтверждать свое право на нее нравственным поведением и братским отношениям к другому, кем бы он ни был. Если мы не заслужим земля Израиля, если мы заслужим земля Израиля и весь мир наш, ну весь мир в каком смысле, что мы сможем, весь мир будет нас поддерживать, весь мир пойдет за нами. И этот мир, то есть, если мы заслужим, то этот мир сразу станет ведущим миром. То есть настолько будет велико влияние Израиля, что это воздействует на весь мир. Так я понимаю то, что на весь мир. Если мы не заслужим, то проиграем и будем вынуждены участвовать в следующем раунде. В следующем раунде. Широта сердца Творца позволяет людям повторять одни и те же ошибки снова и снова, пока они не научатся на них и не поймут их и не исправят. Ну этот самый Черномырдин, это сказал, или не Черномырдин, это общая какая-то такая сутка русская наступать на одни и те же грабли. Да, из какого-то анекдота не буду сейчас вспоминать, но то, что человечеству и людям в отдельном свойстве наступать на одни и те же грабли, совершать одни и те же ошибки, это не секрет. Просто визуализация в анекдоте есть просто визуализация этого общего принципа. А в истории, то есть, Бог дает нам возможность совершать одни и те же ошибки, пока мы не выйдем на какой-то уровень, когда осознаем, как же надо было, какой же выбор был правильный. Мы должны помнить, что, хотя это не всегда заметно, творец всегда каждый миг на нашей стороне. Примером этого является рассказ о Буденском саде. А там был помещен Буденский сад, ему были даны указания, как выиграть в забеге. То есть, с первого раза мы видим испытания с первого человека. Ему есть, у него в руках факел, и он должен бежать, и он может выиграть в первого раза. Но он не послушался, и поэтому потерпел неудачу. Действительно, у Адама в Буденском саду не было испытания взаимосвещения с братьями. Это было общее испытание на способность прислушиваться к голосу Всевышнего. Это тоже очень важный компонент для нашей жизни, потому что, как выясняется, без того, чтобы слышать голос Всевышнего, мы не сможем победить в забеге все равно. Даже если будем стараться очень, вести себя хорошо, относиться хорошо к нашим братьям. Есть еще одно, что не всегда людям может быть ясно. Какой он правильный путь в отношении Всевышнего? Для того, чтобы его услышать, его осознать, нужно услышать, слава Богу. Это мне так кажется. Позже народ Израиля был помещен в землю Израиля. Вместе с указанием, как эта операция может увеличаться успехом. Он, народ Израиля, не послушался, не смог доказать, что имеет право на этот чудесный дар, который был дал ему благодаря правильным делам. И был искан. Он потерял этот дар. Библейская история основана на этом простом принципе. Ты получаешь подарок, если ты благодарен дающему и ведешь себя нравственно так же, как он, подарок твой. Если ты не признаешь, что получил подарок, и поступаешь противно морали, подарок у тебя отнимают. Хороший пример воплощения этой идеи в реальность – это поток. Символический такой пример. Вода символизирует собой меру милости. Однако, милосердие может быть не менее разрушительным, чем суть, когда оно бескраничное. То есть даже подарки, они могут быть смертельными, если они воспринимаются неверными. Тогда этот фессет, он может затопить полностью мир. Да, ты понимаешь, как это объяснить? Сформулировать получше, Андрей? Да. Ну как, безграничный фессет, да, когда человеку все давать, давать, допустим, кормить его, исполнять все его желания. Все плохо закончится, да, что вода безграничная, что свет, да, как бы разбивающий сосуды. Да, вот свет, разбивающий сосуды, это, может быть, более понятный пример, в каком смысле. Так же, как с потоком, конечно. Но почему свет, собственно, разбивает сосуды? Потому что сосуды не в состоянии увеличить себя и принять этот свет. То есть на каком-то этапе мы получаем свет от Всевышнего. Если мы его правильно перерабатываем, мы можем на этом свете расти, как это, вообще задача человечества – это расти, да, расти духовно. Интересно, что у Алисы такой же посуды, на самом деле. Она там все время то вырастает, то уменьшается, то вырастает, то уменьшается. В конце Алисы стране чудес, она вырастает окончательно, становится большая. Все остальное уже превращается в карты, становится мелким. То, что ей раньше казалось сложным, непонятным. Так же и человечество должно вырасти. Человек должен вырасти. Если он вырастает достаточно, он может принять свет, который ему дает Всевышний. Тогда он не разбивается. Это очень сложно. И это повторяется раз в разуме, потому что это процесс разбиения сосудов. Процесс, при котором Всевышний готов нам дать максимум, а мы не в состоянии это перевалить, принять. И мы при этом разбиваемся в каком-то смысле. Ну, в конечном итоге, вот эта эстафета, это постепенное продвижение, оно должно привести к ситуации, когда мы не будем же развиваться. Когда человечество сможет перевалить этот свет, который Всевышний им дает. Этот закон может показаться суровым, но таком закон Творца мира. Все изначально дается в дар, но его следует услужить задним числом. Это закон практической морали, проистекающий из совершенной любви. Совершенная любовь Творца к своим творениям состоит в том, что довести их, дотащить их, стимулировать их, чтобы они дошли до такого уровня, никогда не смогут принять полностью этот дар, когда их практическая мораль дойдет до такого уровня, когда они в состоянии воспринять милосердия, которую Всевышний им дает. Если бы он этого от нас не требовал, то это, на самом деле, битва была бы некая несовершенная любовь, снисхождение какое-то такое, нищим. Ну, возьмите там, что вам надо. Если бы он от нас не требовал продвижения, если бы он от нас не требовал вырасти, так, чтобы стать наравне со Всевышним. Такое у меня ощущение. Как ты считаешь? То есть, совершенная любовь его заключается в том, что он, во-первых, дает бесплатно, да, и с этого он начинает, и потом он дает возможность это заслужить, да, это как бы второй шаг. Казалось бы, это что-то противоположное, да, потому что приходится работать, да, за то, что ты получил, как бы уже имеешь бесплатно. А с другой стороны, если задуматься, да, что это продолжение той же любви, да, то, что он... Ну, получается, что как раз вот этот хлеб стыда, это и есть вот этот безграничный хэссет, да, когда, в общем-то, ничего его не ограничивается. Ведь с нашей стороны нету сосуда для него, и поэтому он, получается, как бы нивелирует творение, да, и растворяет его, да, тем самым уничтожая его вот этим безграничным хэссетом, не дав возможности его заслужить. Ну да, но с другой стороны, если он дал нам возможность его заслужить, мы его получили по праву, это значит, что мы поднялись до такого уровня, когда мы можем быть в конечной целью творения, когда мы можем доходиться в прямом диалоге с Богом, как полноправный партнер. То есть он все время надеется, что человечество будет его полноправным партнером. И это вот как бы, в этом тоже, мне кажется, есть свойство совершенной любви. То есть то, что он не ответственно к нам с пренебрежением, не кидает нам вот этот хлеб стыда, возьмите сколько вам надо. А с другой стороны, вот то, что мы действительно заслужим, то, что мы получаем, это даст нам возможность прямого диалога с Богом на равность. Это совершенно любовь, когда партнеры на равность. То есть тем, что он дает нам возможность заслужить, он дает нам нечто большее, чем просто то наслаждение, та жизнь, которое он дает. Он дает нам возможность стать такой же личностью, как он, да, это как бы еще большая отдача получается. Да, так мне кажется, да. Ну, как бы есть две стороны, конечно, но и обе очень важные. Может быть, теперь ты почитаешь? Да, конечно. В заключение отметим, что Тора описывает историю мира как обители человека. Далее мы обсудим эту историю, начиная от поколения Адама до Авраама и Ври. Иври, с которого начинается рассказ о еврейской идентичности в мире. Мы попытаемся разобрать проблему общечеловеческой идентичности, чтобы в соотношении с ней прояснить идентичность Израиля. Кто такой Израиль, какова его роль в мире и для чего он был сотворен. Куда движется человечество на нашем отрезке истории, который по многим признакам является концом истории. Какова цель истории и каково ее назначение. Так, страница. Да, она не потанет? Нет. А, вот, есть. История – это точка зрения человека на время. А Тора – точка зрения Творца на время. Поэтому истинным изучением Тора является такое изучение, которое способно опознать в исторических процессах человеческого общества действия Творца в его мире. Изучение истории, описанной в Торе, должно прояснить читателю, что историческая реальность реальна, динамична и жива, и что через нее раскрывается божественность. Божественное откровение осуществляется через историю во времени. Поэтому нужно внимательно смотреть на изменяющуюся историческую реальность. Стали перед собой цель увидеть действия божественности. Разделение между божественностью и историей превращает Тору в религию. Потому что религия основана на законах, а не на откровении. Но религия здесь в негативном смысле, понятно. То есть для него иудаизм – это не религия. Те, кто превращают Тору в религию и иудаизм в религию – это очень сильное ущипление. Главная задача, по-моему, нету – это увидеть действия божественности в истории. Смысл, цель истории и так далее. А если мы к этому не будем присматриваться, то остаются только законы. Делай так, не делай так. И все теряет смысл, на самом деле. Это совершенно противоположно идее иудаизма, что у всего есть смысл. В этом как раз отличие галутного иудаизма, который не видит в истории откровения, божественного управления, который как бы находится в загробной такой реальности, от иудаизма Геулы, когда опять же есть какая-то основа, земля у народа. И поэтому воспринимается и происходящее в этом мире, воспринимается как продолжение откровения. Наверное, да. Я бы так не обобщала и не говорила, что в галуте там не занимались совершенно божественного управления историей. Привлечения, так сказать. Конечно, там был постепенно отход от изучения Танаха, скажем, да, в сторону изучения Талмуда. Тем не менее, это та нет, что-то. Все равно Танах очень доставался базовой книгой. И что еще описывает Танаха как не божественное управление историей. Вот это очевидно. Другой вопрос, находясь действительно в таком отрыве от земли Израиля, это оставалось как-то не в фокусе, да. А в фокусе больше было занятие глухой, это угружение в мир Талмуда, который сам по себе на самом деле поразительная вещь. И очень много говорит о божественном управлении историей. Но больше, так сказать, больше значения все же придавали там практически глухие, действительно. И написаны они много-много томов, но и не только, конечно, томов. Просто, так сказать, я не против того, что ты говоришь, но не тотально. Иначе бы мы вообще потеряли связь с Танахом. А мы ее не потеряли. Она возродилась. Нет, одно дело с Танахом, а другое дело вот видеть как бы в происходящих событиях, в политике, в каких-то изменениях, видеть в этом, ну, находить параллели с Танахом и видеть в этом божественное управление. Ну да, конечно, на самом деле, если это и делалось, то это делалось очень, говорит, минорно, да. Они жили в Галуте, политика была где-то в мире. Это можно объяснить, да. Когда возвращаешься на свою землю, то реал политик, да, политика твоей стороны, ее отношения с другими странами, и все это становится параллелью Танаха. И действительно, для многих евреев, которые возрождали еврейское заселение в земле Израиля, для них Танаха – это было просто руководством действия, на стольной книгой, они как бы в ней читали. Из него, да, в нем видели параллели с сегодняшним событием. Ну, в общем, как бы мы так это сегодня, до сегодняшнего дня так и живем. В этом смысле, конечно, я с тобой согласна, потому что в Галуте – это просто иначе. Мы пытаемся заново открыть нашу еврейскую идентичность. Эта идентичность берет начало от Адама, его сыновей, сыновей, его сыновей, вплоть до Авраама, Ицхака и Акола, праотцов еврейского народа. Это первый общечеловеческий этап истории. Второй этап – это сама еврейская идентичность. От Абрама до разрушения второго храма. Третий… Я сожалею, почему-то он долго, наверное, понимается. Да, есть. Третий этап – это иудейская, еврейская идентичность в изгнании. В настоящее время мы находимся на четвертом этапе. И это этап израильской еврейской идентичности еврея, вернувшегося из изгнания, который должен сбросить с себя всю шелуху диаспора, покрывающую его, и открыть еврейское ядро, скрытое глубоко в его внутренней сущности. В этом и заключается причина напряженности, которую мы испытываем в настоящее время между еврейской иудейской идентичностью и общечеловеческой иудейской идентичностью, которая осталась в изгнании. А как понять общечеловеческой иудейской идентичности? Ну, еврейская для него – это иври, это вот эта суть еврея, которой он возвращается, когда он приходит на свою землю, народ, на своей земле. А общечеловеческая – она в изгнании. та, которая была как бы… Есть некоторые еврейские иудейские идентичные, там, которая была у евреев в изгнании и есть у евреев в изгнании. И она другая. Она такая общечеловеческая, не привязанная к земле, не в каком-то смысле универсальная, возможно. Но не в том смысле, в котором мы говорим об универсальности иудаизма, исходящего из Сиона, из Израиля, который призывает весь мир принятие иудаизма. Он еврей, находящийся в изгнании к диаспоре, он, наоборот, отделен от других народов там. Или у него путь к ассимиляции, он с ними смешивается, или он отделяется от них. Другого варианта нет. Он не занимается распространением своей идеи, своей, так сказать, своей адженды, можно сказать. А дальше он говорит, посмотри, а поскольку в каждой реальности содержится пять ступеней, то есть мы как пять миров и так далее, то есть должно быть пять, то пятой ступенью преобразования творения является мессианский этап, на котором весь мир со всем его многообразием объединится и выполнит божественный план. То есть находясь в изгнании, она человеческая, у дейской идентичности, она не универсальная. Такая общечеловеческая. Просто он еврей, так сказать, как говорили в Германии, немец иудейское расповедание, как правильно сказать. А в России он был там русский иудейское расповедание, и так далее. То есть это такая смешанная идентичность, общечеловеческая, хотя в ней есть иудейское расповедание. Даже лучше я так понимаю. А дальше у нас уже, после возвращения евреев к своим корням, они могут распространить божественный план на весь мир. Этот этап в традиции называют мессианскими временами, воскресеньем мертвых и грядущим миром. Ну да, он здесь не вдается, потому что есть различия между этими этапами. Это разные, или, однако, тоже есть разногласия между различными комментаторами, но мы тоже в этом не будем вдаваться. Это некая конечная точка, так или иначе, по которой мы должны быть. Книга «Берешит» представляет нам две противоречивые истории. Историю формирования человеческой идентичности и историю формирования еврейской идентичности. Первая начинается с Адама и продолжается через династию Каина до народов мира. При том, что изначально было два брата и Каин убил Гевеля. На самом деле, весь первый раздел «Берешит» от Адама до Ноаха это история неудачи. Непонятно, почему человеческая идентичность именно через Каина. Ну, не только через Таину, конечно. И через Шетта тоже, да. Там есть две параллельные линии. Одна линия Каина, другая линия Шетта. Тем не менее, это история неудач. И та история, которая история Шетта, она тоже не история. Существует параллель между той неудачей, которую мы видим на этапе создания миров, этапе придания формы природе, и нравственно-духовной неудачей, постигшей само... человечество. И вот в некоторое мгновение истории из общего ее потока, из глубин трагической истории всего человечества поднимается и развивается второй рассказ. Рассказ об особой династии, которая продвигается к реализации и осуществлению божественной миссии, к тому, чтобы выдержать здравствственный экзамен, перед которым Творец поставил человека. Второй рассказ Торы это история формирования еврейской идентичности в мире. И она не только не потерпела неудачи, но и развивается и продолжает набирать силу из поколения в поколение, до конца времен, опираясь на собственные силы. Там в конце забега Творец стоит и ждет, когда человечество и его лучшие сыновья придут с радостью и желанием встретиться с ним, и таким образом наконец-то осуществится тысячелетняя надежда истории. И тогда, в точке за пределами места, времени и человека, Творец и Творение соединятся в настоящем браке с бесконечной любовью во веки веков. Ну, надо сказать, что и вторая история, она не история, как мы видели, она самая-то упоминает постоянного успеха. То есть есть успех и есть поражение, но это поражение тотальное, как мы видим. История сегодня возрождается и у нас дает миру надежду. Тогда как развитие человечества до потопа, оно уже дошло до такой точки, что надежда на то, что будет забег будет ими завершен успешно, уже пропала. Поэтому, в общем, разница. Понятно, что есть у нас подъемные спуски, есть удача и неудача, но в общем и целом мы продвигаемся к цели. Это оптимистичный такой взгляд на историю, на наши планы в истории, на планы всего снижения. Следующий глава... Пока факел передается, то не потеряно. Да, мы все надеемся. Следующий глава, начинает там рассказывать про Адама. Может быть, начнем мы читать потом, минут 15 у нас есть? Да. И Адам познал Хаву жену свою, и она сначала родила Каину и сказала, приобрела и человека с Господом. Еще родила брата его Гевеля, и был Гевель пастырь Овет, а Каин был родимедевец. Библейский рассказ начинается с творения мира и человека, с некой прелюдии, к той задаче, которая постепенно раскрывается перед нами далее. Шесть дней из издания обрели устойчивую форму. В конце шестого дня и превратились в природу. В течение шестого дня на подмостках истории, на подмостках мира появляется человек. И сразу, как только в мире был сотворен человек, сказано, и отдыхал он лет седьмой от всей работы всевышнего, своей, которую сделал. Хозяин прекращает работу, прячется, исчезает из действенного и ощутимого отравления, скрывая законы природы. С этого момента человек как бы остается один на один со своей судьбой. Это на самом деле, может быть, мне кажется, что тут надо остановиться и подумать. вот эта вот перемена из той ситуации, когда ты был в прямом контакте с Богом и вдруг он оставляет себя на дне с природой, ты остаешься один на один. Да, вот тебе ты вырос, вот тебе мир держает делать с ним, что хочет. Ему предстоит решать моральную дилемму разграничения добра и зла и выбирать добро. Таким образом, теперь перед нами детерминисты, естественный мир, человек, обладающий свободой выбора и божественный план, цель которого освещение мира через мораль и реализация объединения качеств человечества и всего творения. Ихудомедот это объединение качеств, это некоторое правильное соединение духовных качеств в человеке. Видимо, требовало объяснение, но мы это не сделали. Это относится к человечеству и ко всему творению. То есть народ Израиля приводит человечество к правильному соотношению душевных свойств. И так же и все творения приходят. Таким образом, предисловие книги Берешита разделено на две части. Вначале сотворил, до истесного мира, и вот происхождение неба, земля по сотворению их Берешит точно относится к истории человечества. С этого момента начинается история человечества. Есть реальность до создания и реальность, которая проявляется после. Как правило, историки описывают историю в соответствии с событиями и действиями, которые проходили в течение этой истории и повлияли на все человечество. Ну, всякие, да, завоевания, битвы, открытия. Однако второе, главное в истории, это не события, а поколения. Определяющей темой является человек. в каждом поколении в мир приходит идентичность со своим особым именем, которым заключается ее характер и суть. Это очень важный параметр, ключ, с которым монету подходит к чтению тары. Даже в тех поколениях, о которых рассказывали нам очень мало, он определяет суть этого поколения, его достижения или его упущения через имя ведущих людей этого поколения, поскольку тара хочет нам намекнуть на ту идентичность, на тот характер, который поколение имеет. И в чем заключались его проблемы. Это мы увидим дальше. Цепь развития этих человеческих идентичностей является темой человеческой истории в Танахе. как-то будет обидеться на ней. Творение представлено в Танахическом рассказе как первая человеческая личность в истории. Это Адам. Отец всего человечества. Все, без исключения остальные люди произошли от него. Поэтому слово Адам человек появляется только в форме единственного числа. так как с нравственной точки зрения согласно Таре существует только одна возможность быть человеком Адама. И она соотносится только с реальной сущностью, с сущностной личностью первого человека. Все другие люди братья. Есть некий один Адам, а все остальные люди это что-то другое. Нет, наяврите нельзя сказать Адам это человек, а люди это не Адамин, нет такого слова, а есть Анашим это совершенно другой корень и другая сущность. Или сыновья Адама, Бне Адама. Да, или Бне Адама. Братья, соответственно. Ну да, по определению они братья, поскольку они сыновья одного человека. концепция моногенеза и полигенеза. Тара демонстрирует нам монотеистический объединяющий подход как на религиозном, духовном, психологическом уровне, говоря о едином друге, так и на уровне нравственно-душевном, говоря об одном человеке. Концепция тары моногенеза, то есть она утверждает, что у всех человеческих личностей в мире существует один-единственный источник. У народов мира мы находим противоположную концепцию полигенеза, которая представляет божественность в дуальной или поли-теистической форме. Теоретически такой подход приводит к расизму. Что он пишет по этому дому? Да, так как согласно концепции множественности люди произошли из нескольких источников, с необходимостью возникает представление о превосходстве одного источника над остальным. Одним из наиболее ярких примеров этого является греко-афинская концепция, в которой демократия являлась одним из центральных принципов. Однако благодаря этой концепции лишь небольшой процент всего общества фактически участвовали во всенародных выборах. Это так известно факт демократии она только для избранных. В каждом поколении человечества имя отца этого поколения представляет собой также его сущностную идентичность. Это то, что мы видим дальше. И особую форму того, что в этом поколении означает быть человеком. То есть мы видим, что он уже протягивает нам такую последовательную теорию того, последовательное о том, что нам говорит Тара, когда она пересказывает как бы только кто родил кого. Зачем нам нужно узнать о всех этих родословиях или династиях, которые были до потопа например. Не просто так, а потому что вот эта личность, о которой говорит Тара, она является представителем этого поколения и она характеризует все это поколение и таким образом показывает, как развивается до поколения история. На самом деле можно видеть в этом перечислении и другие какие-то важные вещи, связанные с развитие цивилизации. Но для истории например, но для Маниту важно именно развитие идентичности, и в какую сторону она развивалась. Родословные представляют нам эволюцию человеческой личности через исторические события на протяжении поколений, в приближении к своему назначению и цели. Диалектика между Адамом и сыном Адама существует на протяжении всей человеческой истории родословных. Сын Адама, Дабне Адам, то, что упоминал Андрей до этого, это действительно употребляется для описания всех людей. Мы все обны Адам, мы все люди, но помимо этого, вот это понятие сын Адама, оно относится к мессии, к конечному продукту вот этой самой эволюции. Пока люди, имеется в виду Адама и Хава, не рождались естественным образом, все, что говорится о человеке в первых книгах Береши, следует понимать только в метафизическом смысле. Это невозможно рассматривать на основании личного опыта. Историю, которую мы знаем, начинается с Кайны и Эвеля, которые были первыми людьми, сыновьями Адама, рожденными Адама и Хава. Их рождение описано в начале четвертой главы книги Береши. Восникает вопрос, почему Тара именно так описывает предословно человечество? Чему она хочет нас научить? Именно таким образом представляя нам этих персонажей и события, связанные с ними и с их жизнью. А вот тут я хочу остановиться, хотя, может быть, нет, как бы без ответа оставить нельзя. Ответ на этот вопрос заключается в том, что книга Береши в соответствии с подходом, который называется еврейское пророчество, то есть согласно тому, что говорили пророки Израиля, представляет собой модель всей истории. Ну, продолжим в следующий раз, я думаю, потому что я уже привыкла ограничивать наши разговоры одним часом, но мы говорили сегодня так, мне кажется, довольно много, и если есть какие-то вопросы или что-то осталось непонятным, пожалуйста, можно задаваться вопросом или что-то добавить, тоже было бы интересно. Добрый вечер, Никам. По поводу поколений очень интересно, но надо подумать, пока еще нет вопросов. мы до этого дойдем, сначала у нас будет история Тайна и Эбеля, а потом будет история поколений, и на самом деле, конечно, это комментарии, это взгляд Мониту, можно с ним спорить, можно сказать, что он слишком много трактует из каких-то так, из маленькой, очень сжатой информации, но на самом деле это очень важно, важный подход, как подход, видеть важность в развитии поколения одного за другим, отца к сыну, необходимая такая эволюция, модель истории, которая и дальше продолжает продвигаться тем же самым путем. Лен, было бы очень хорошо, что вы дальше были с нами. Я потом напишу, я просто медленно думаю. Будем очень рады, если потом напишешь, и если будет в следующий раз, удастся с нами непосредственно участвовать в разговоре. Я буду, у меня как раз тут у них праздники, и так, мне ничего не нужно, я буду. Отлично. Не хамат, нужно я вот прошу, и ход мысли правильно у меня или нет. Вот смотрите, как получается, что Адам с Хавой были изгнаны, получается, первично, наверное, для того, чтобы исправить этот мир, исправить природу. Вместо этого они с ней слились, и поколение допустило еще большую, ну, как снежный ком, ошибку. Ошибку. Это братоубийство, да? Ну, да. Из этой ошибки идут следующие, то есть с каждым поколением, если мы будем смотреть, какие негативные качества у каждого поколения, можно посмотреть, с какой ошибкой были произведены те или иные. Все правильно, да. Правильно? Да, мы дальше посмотрим, как это видит манитуд. потому что мне раньше еще такая мысль в голову приходила, если, например, дети без благословления, то есть без такого желания сознательного, да, то они получаются более животные, более природные, да, это одни национальности. У меня такая еще мысль была, то есть при несовмедении каких-то деталей получаются дефекты. Ну, это, да, дефекты иногда получаются, да. Отчего они происходят? Это же все вопросы очень сложные. И главное, что у мира все-таки всегда есть надежда. Даже тогда, когда Всевышний решил мир уничтожить, он оставил Ноха с семьей и дал миру новую надежду. То есть получается, что пока люди не признают, что они братья, не почувствуют это, да, и не прекратят вот это вот братоубийство, все так и будет кувырком идти. Ну, да, это наша задача, но не просто мы должны признать, что мы братья, мы должны научиться жить с нашими братьями. Ну, да, я имела в виду, да, что жить как братья. на самом деле вопрос, который очень беспокоил философов после Второй мировой войны. Они время пытались понять, как же нам правильно построить отношения между братьями, чтобы снова такого не произошло. И мы до сих пор этого окончательно не научились, но посмотрим, чему пытаются нас научить моменту, продолжим наши занятия на следующей неделе. Получается, что с началом даже не справились, брата убийства не исправили. Ну, с началом, да, но там, как-то, когда вообще нет у человека никакого опыта, это даже им дрожжи говорят, он вообще не понимал, что делает, так сказать, и не знал. И животное природное взяло вверх. Я поняла, Нихан, спасибо вам огромное, потому что не бывает. Не сказать, что он был неморальный, там сложные вопросы. Мы еще прочтем про историю Кайна и Эвеля. Само по себе это базовая история действительно для всех отношений братьев. И там есть интересные моменты, но это в будущем. Мы до этого дойдем. Спасибо всем. Спасибо большое, Нихан. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Андрей. Увидимся. И хороших новостей всем. Дай Бог. Ждем хороших новостей. Хорошо. Вам всего хорошего.